1936 год. Дни казахской декады в Москве. Выступать придется перед самим товарищем Сталиным. Куляш понимает ответственность, возложенную на нее, и страшно волнуется. Это новый шаг, новый уровень, новые возможности. Перед ней распахнул свои двери знаменитый Большой театр. Такая маленькая и в таком большом. Повторю, ей всего 24 года, а уже дебют на подмостках самого известного, самого желанного. Не то, чтобы переступить порог, увидеть его несколько лет назад казалось куляш недосягаемой мечтой. Шаг, еще один шаг, еще дух захватывает. Такое ощущение, что она не просто хочет запомнить этот волнительный момент, она хочет запечатлеть в памяти каждую деталь, мелочь. Еще один шаг, и он уже изменит жизнь этой провинциальной девочки навсегда. Успех был ошеломительным в Большом аншлаг. Уже на следующее утро заголовки столичных газет пестрели. Феерично, ярко, неожиданно. Она не просто очаровала искушенную столичную публику, она покорила ее. И отныне великолепный голос-куляш, прозвучавший в арегату, называли исключительно серебряным и сравнивали с пением птиц. Из воспоминаний Евгения Брусиловского. После спектакля было решено поднести Сталину цветы. Сделать это должна была куляш. Перед третьим актом ярко освещается рампа. Из закрытого занавеса выходит весь коллектив театра с куляш, у которой в руках большой красивый букет цветов. Приблизившись к правой ложе и всматриваясь в сидящих в ней людей, куляш выясняет, что тут что-то не то. Сталина и его соратников в этой ложе явно нет. Другой бы в этой обстановке дрогнул и запнулся. Но куляш есть куляш. Не растерявшись, она сделала полукруглый разворот и пошла столь же грациозно, не торопясь, через всю авансцену, противоположной, левой от сцены ложе. Сталин встал и принял у нее букет. Дело, столь аварийно начавшееся, благодаря самообладанию куляш, благополучно завершилось. Голос-то у нее был необычный. Чем? В традиции, насколько мне известно, народа новопения, был как-то приоритет мецо, женских голосов. Вот интересный момент. А мужские славились тенора высоких. В основном. Хотя были и бритоны. А она была, ну, не то чтобы первой, но вот этим ярким проявлением этого колоратурного сопрано. Вдруг, когда общепринятый был мецо, низкий женский голос. И вот ее, благодаря кристальной чистоте, у нее был поразительно чистый тон. Но не плоский, а богатый тембровый голос у нее был. Такой емкий. И вот этот факт, это очень довольно-таки интересный. Понимаете, этот голос производил сильное впечатление на слушателей. И вот этот... А еще и так наши певцы могут. Наши певицы. Вернувшись из Москвы, куляш получает звание народной артистки СССР. Этот факт сразу же ставит ее на совсем другую ступень. В один ряд с самыми выдающимися людьми того времени. Улановой, Немировичем, Данченко, Станиславским. Она была абсолютно убедительна во всех ролях, которые играла. Ее слезы на сцене были слезами настоящими. Ее сердце не понаслышке знало, что такое боль, потеря, предательство. Из воспоминаний куляш Байсиитовой. Создаю ли я роль гордой Кожебек или коварной обольстительницы Ахжунус, благородной Хадиши или Моро в грузинской опере Даиси, или трагической Баттерфляй в Чио-Чио-Сане, или гордой Татьяны в Евгении Онегине? Я пою о человеке. Тем временем в дом куляш снова стучится беда. Она подарила своей 15-летней дочери Куралай велосипед. Целыми днями девочка каталась на нем, часто в сопровождении подружки Сауле. Как-то Сауле попросила велосипед покататься. И угодила под колеса авто. На следующий день мать погибшей девочки придет к Байсиитовым в дом и обрушит на эту семью всю свою горечь и боль. Она будет проклинать их, и эти слова, эти проклятия лягут страшной тяжестью на сердце куляш. И вот так вот, ой, сколько слез, сколько... И вот проклятие на нашу семью. Мать, как она голосила, обвиняют маму Куралайку. Вот ты, Куралайка, ты такая капризная. Если бы ты не сказала, велосипед не купила, мама не купила бы, ничего не произошло бы. И когда это случилось, маме было плохо. Ну, конечно, будет плохо. Бабушка плачет, все плачут. Потому что проклятие. Это же ужас, что проклятие семьи нашей. Говорят, беда не приходит одна. Вскоре семья Байсиитовых переживет еще одну детскую смерть. Смерть приемного сына Алдана. Нелепую, случайную, страшную. Они все поехали в Талдыкурган на торжество. И Алдан поехал. И он взял с собой ружье, чтобы поохотиться. И это ружье дало осечку. И разорвало этот аппетит. И мама так плакала. Все плакали. И я даже плакала. Мне было 12 лет. Мы говорим, Алдан, ой. Он такой красивый, такой умница была. И вообще прям. И мама, хоть он не родной был, а он жил как родной. Мама даже, вот мы даже не знали, что. Мама ко всему относилась. У нее такое сердце было. Она ко всем относилась. И к Алдану. Алдану любила очень. Она даже в личном деле написала у себя. Сын Алдан. Долгие годы семья Куляш считала, что за всеми бедами, которые с ней приключились, стояло именно это проклятие. Проклятие матери, потерявшей дочь. Бейсиитову мучило неизбывное чувство вины. Поэтому она всеми силами старалась творить добро. Помогала огромному количеству людей. Как бы заглаживая грех, которого, по сути-то, и не совершала. Будучи депутатом Верховного Совета, она принимала людей со всех уголков страны. Решала самые разные вопросы. Отказывая себе во сне и отдыхе. Я, когда с ней шла, после репетиции, спускаемся вниз по лестнице, и подходит один сантехник. Его звали Леня. И он говорит, а, она спрашивает, Леня, как твои дела? Он говорит, Клёжа сыновна, вы знаете, до зарплаты осталось три дня, и у меня денег нет даже на хлеб. И она, мама, из своего же лета, в то время 10 тенге, 10 рублей, были большие деньги. И она вот так вытаскивает и дает ему. И он такой довольный. Ой, спасибо вам, Клёжа сыновна, я бы эти деньги буду экономить, чтобы до зарплаты. Вот такая она добрая была. А когда к нам домой люди приходили, одна приехала издалека, с больными ногами. И мама дала ей чай, покормила ее. С нами она ночевала, спала. На следующее утро ей надо идти на репетицию. А она шла. В то время был не горе с полком, а горсовет. И вот она ее повела и говорит, вы посмотрите, какие ноги. В общем, короче говоря, добилась для нее комнаты. Она комнату получила. Кому комнату, кого на работу, кому деньгами. Кто приходил, никому не отказывала.